Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Мы со Славой сейчас едем на мероприятие. Я не знаю, если честно, что там будет, но должно быть интересно, там должны быть селебритиц. Вот, там был дресс-код типа свободный, но подпись такая, учтите, вас будут фотографировать лучше, если что, нарядитесь, потому что, возможно, вас покажут в какой-то светской хронике. Короче, не знаю, хорошо ли я оделась. Я не знаю, в какой-то момент мне стало как будто пофиг. Не то, что прям сильно пофиг, мне, конечно, хочется хорошо выглядеть, не выглядеть хуже остальных. Ну, тем не менее, у меня просто были такие комплексы раньше. Сейчас почему-то в последнее время я как-то думаю, ну, если я буду плохо одета, значит, так-то будет быть. Ну, что поделать? Ну, вот такая я. Вот, и все равно я вот сейчас понимаю, каких вещей мне не хватает в гардеробе, если честно. И хочу устроить снова шопинг. А еще те вещи, которые я покупала новые после родов, наверное, месяца через 4-5, они мне уже велики. Могу сказать, что я худею. Представляете? Еще интересная такая вещь. Моя мама тут, когда мы были на даче, подумала, что я беременна. Представляете? А знаете почему? Потому что у меня странно выпирал живот. И меня это жутко прям бесит у меня почему-то. Вот я такая думаю, почему у меня на даче постоянно выпирает низ живота? Ну, то есть у меня уже живота, вот именно торчащего, нету. То есть реально, ну, как бы хорошая форма, да, может не супер прям идеальная, чтобы там в бикини выступать где-то на конкурсах красоты, но хорошая фигура, нормальная. Я даже уже вешу 57 килограмм. Это то, к чему я хотела прийти после беременности и родов. Вот. И мама мне такая говорит, что-то у тебя живот, типа, ты что, не беременна ли? А мне еще было так плохо, знаете, у меня давление какое-то было, ну, такое состояние странное. Я говорю, нет, нет. Ну, короче, в итоге, знаете, что оказалось? Мы тут с мамой выяснили, что дело в том, что на даче у нас нет кресла-качалки, на которой я укачиваю Анютку в сон. Я до сих пор ее укачиваю, потому что она ночью, например, не может вот так просто уснуть, как, например, было в Дубае, потому что там она, видимо, столько всего видела, гуляла за день, ну, постоянно, да, в активности какой-то, что она просто эмоционально уставала и сама засыпала, уходила в ночной сон. Ну, то есть, самозасыпание, то есть, вот. И все было круто, но в Москве уже, как бы, буквально два дня у нас было самозасыпание, и потом все по новой. Она уже весит 10, а то и больше килограмм. И это, конечно, жутко тяжело, но перед сном просто я сажусь на наше кресло-качалку, замечательную кресло-качалку эту, я ее люблю. Мамочкам очень-очень могу рекомендовать. Мы вообще его рассматривали, это кресло, и брали себе, типа, как кресло для кормления. Конечно, я Аню и кормила на этом кресле, и так далее, и так далее, но вот именно, вот, девчонки, кто ждет малыша, если вам позволяет площадь в квартире, вместо какого-нибудь другого кресла, там, не знаю, даже рабочего какого-то кресла, да, если у вас есть рабочий стол с компьютером, очень рекомендую именно кресло-качалку, потому что я за своим креслом вот этим сижу, как бы спокойно и работаю, и монтирую видео, ну, как бы норм, то есть могу долго просидеть. Короче, я на нем сижу, укачиваю Анюдку всегда на ночь, ну, либо Слава. И суть в том, что на даче у нас такого кресла нет, и это приходится делать, ну, руками. Руками, как бы, это, во-первых, понятно, тяжело, но у меня руки супер накачанные и привыкшие. Но все равно спина-то в шоке, портится осанка, из-за этого выпирает живот. И я думаю, да что же это такое, у меня в Москве реально нет живота торчащего. Только я на дачу приезжаю, пара дней у меня вылезает живот, а все потому, что я ее постоянно вот так вот качаю. Ну, согнувшись, понятно, потому что все равно тяжело. Короче, вы представляете, это просто вот так. Это, конечно, вроде как на поверхности лежит, да, но я не могла как будто найти связь. И потом до меня дошло, и мы с мамой поняли, что да. Она говорит, вот, да чего у тебя такой живот, да чего у тебя такой живот? Я говорю, да потому что я ее постоянно вот так вот качаю, вот так вот. А потом мы такие, типа, ааа, точно, в Москве-то я уже так не делаю. Ну, даже если делаю, то совсем, ну, как бы чуть-чуть. А на даче, блин, извините, иногда всякое бывает, долго укладываем. Еще какие новости. У Анютки прям, я думаю, совсем скоро выльзнут зубы. Просто такой, не знаю, уже какой месяц шел. Я про верхние. У нее там уже все набухшее, уже просвечиваются зубы в этих небах. В общем, все прям близится ее этот зубастый финал. И я так посмотрела, у нее там уже куча зубов просвечивается. Просто, ну, зубы, наверное, блин, четыре, и даже внизу что-то просвечивается. Так что есть... Главное, чтобы не все в один момент не были. Вполне себе вероятно. Вполне себе вероятно. Вот, надо запустись Валери Ядочкой. И хорошим настроением. И еще я хотела вам рассказать, почему мы вдвоем со Славой, что кое-что в нашей семье произошло. Да, Зай? Да? Чего ты так напрягся? Именно я хочу сказать о том, что на моем Рутюб-канале «Вы мои хорошие» вышла реакция на... Хотела сказать, беременна в 16, но мы когда снимали, выяснилось, что у них там ребрендинг какой-то, и теперь это мама в 16. Так что новая реакция, но по сути это то же самое. Ну, в беременность мы же снимали? Снимали. Ну, как Анютка родилась, 9 месяцев получается, а то и больше. Еще даже я уже на последних месяцах каких-то беременностей была. Мы, по-моему, уже не снимали реакции. Короче, это первая реакция за довольно-таки долгий, долгий промежуток времени, так сказать. Долгое время. Так что... Очень долго. Ой, девчонки, мальчишки, я просто знаю, что все очень сильно ждали нашей реакции. Мне кажется, получилось классно. Вот, обязательно посмотрите, я ссылку оставлю в описании. Сейчас еще вам нарезочку небольшую поставлю. Я делала опрос, там было беременность в 16, 4 свадьбы, да, да, девочки. Немножко разведены. Вот у меня прям по топу это немножко разведены. Обожаю, если честно, особенно вот последние, когда больше, они скрытые камеры там начали ставить немножко, жаришки такой. Ребята, у меня для вас просто супер, нереально крутая новость. Дело все в том, что вы очень долго ждали. Мы и сами долго ждали, и вообще даже не думали, что когда-то мы возродим эту рубрику. Я говорю про реакции. Эксклюзивно на моем рутюб-канале уже вышел первый выпуск реакции нашей со Славой. Наш шоу «Мама в 16». Очень надеюсь, что вам понравится наш выпуск. Идет целых 2 часа. Мы там кушаем сверхкосечку. Все в лучших традициях. Так что, девчонки, мальчишки, запасайтесь вкусняшками. Переходите по ссылке в описании, смотрите нашу реакцию. Мы просто получили нереальное удовольствие, когда снимали реакцию, потому что сами соскучились по этому формату. Много смеялись, много были в шоке. И еще там несколько даже таких семейных тайн раскрыли. Например, по поводу второго ребенка. Когда мы за ним и вообще? Кто что думает в нашей семье по поводу второго малыша? В общем, обязательно смотрите. И сейчас вам еще покажу нарезку. Мы вернулись. Когда рожаешь, кто-то входит в съемочную игру. Мы бросили, получайте. Хоть из Голливуда там Стивен Спилберг приехал. А вы думаете, у меня словарного до патя нет? Нас в шоу тоже заставляли все усугублять. Если бы я в 16 родила, 10 лет было бы ребенку. Быстро мне сладкую водку, пожалуйста. Не води, так пусть. Понравился ей чувак, он мне нравится, хочу от него детей. Говорят, это зависимость. Как и моя любовь к тебе. Какой-то подушкой безопасности по жизни. Зачем эти вот нагружения какие-то? Она меня бесит, бабища тупая. Чего ты разгоняешься? Ты что, БМВ что ли? Вот эта бутылка воды, этот ребенок. Скажи все, что ты хочешь сказать. Ну ты, Славка, юбилей. Я тебя люблю. Мама тебя очень любит. Ой, тонулась, девчонка. Я вот такую сделал себе прическу, но вообще я планирую быть с распущенными волосами, если честно. Это я сделала просто, чтобы не жарко мне было. Накрутила сегодня волосы, конечно, от того, что я там накручивала. Ну, мало чего осталось. Но в любом случае заморочилась, прическу пыталась сделать. Сейчас посмотрим вообще, как там люди оделись. Я так люблю смотреть на мероприятиях, кто как одевается. Знаете, я бывает собираюсь, одеваюсь. Думаю, там, наверное, все будут супер-пупер нарядные, вечерних каких-то, ну, в коктейльных, окей, платьях. И вообще просто взрыв мозга в фэшн из моей профессии и так далее. Вот так, знаете, приходишь, там просто casual, конкретный. Понимаете, вы подписались на стильный канал, здесь про моду. Я тут так решила, что раз я не блогер про стиль, то вообще никаких претензий к тому, как я оделась, не должно быть. Тем более я мать, которая вышла из декрета, и то я даже не понимаю вообще, вышла из него, нет. Но знаете, что я вот поняла? Когда ты стараешься, ну, много чего успевать, работать, делать какие-то другие дела, ну, невозможно быть идеальной мамой. Невозможно там что-то приготовить. Я обычно Ане супчики готовлю всякие, там, из говядины, из курочки, всё там с овощами и так далее. Но вот, например, сегодня, понятно, вообще не до этого было, не до готовок. И вчера тоже, кстати... А что мы вчера делали? Я тоже вчера какой-то день был активный. А, мы вчера реакцию снимали. Я Аню отвозила моей маме, она готовила ей. Короче, сегодня мы, например, её на обед покормили из баночки. Вот. Ну, как бы по вкусу вкусно. Она, правда, не особо много захотела есть, но иногда ей нравится. Но сейчас она у моей мамы, например, вкусно супчик поест. Невозможно. Вот как я и знала, что либо ты суперклассная мама, которая, ну, ребёнком с утра до ночи занимает. Ну, нет, я всё равно, даже когда у меня там какие-то планы успеть кучу всего по работе, дела какие-то поделать, всё равно мы Анютку и на горшки сажаем. Ну, типа, знаете, это тоже такое, и что-то там занимаемся, и играемся. Вчера вот к нам, получается, приходили Анютки, делали массаж, гимнастика. А, нет, сегодня. Сегодня у неё была гимнастика с массажем. Ещё, кстати, дома будем. Покажу вам. Мы заказали по совету нашего массажиста Аниты. Она, кстати, и мне массаж тоже делает. Уже такой звёздный массажист. Мне кажется, она ко всем девчонкам ходит. Вот, на кого я подписана. Она нам посоветовала такую классную конструкцию для детишек до трёх лет. Называется «Ранний старт». Дома вам покажу. Там просто лазилки, перекладины, есть трапеция, кольца. Можно туда горку поставить. В общем, дома всё вам покажу. Довольно-таки прикольная штука. Конечно, Аня сейчас по ней не будет лазить сама. Но мне Анита показывала видео, как малыш одного года, которому один годик, так, наверное, правильно сказать, уже там лазит туда-сюда, делается горки, скатывается, на кольцах висит. И, ну, мне, конечно, как маме хочется, чтобы Анютка тоже была такая, знаете, активный образ жизни. Хотя не сказать, что мы прям суперактивный образ жизни ведём. Хотя нет, ну как? Вот вчера тоже об этом думала. Окей, мы не ходим в спортзал. Вроде как мы не занимаемся спортом, да, вот это всё. Но, слушайте, я вчера пыталась дома всё быстро убрать, убрать, убрать. Просто к нам уже две недели не приходит девушка, которая убирается, потому что к нам скоро придёт клининг. Плюс мы были на даче, и как-то, ну, неактуально было вызывать её, потому что сначала у нас дома и так было чисто. Ну, зачем приходить? Просто у нас по определённым дням мы договорились. Вот. И у нас как бы дом не настолько грязный, но всё равно, извините. Короче, я вчера быстрее, быстрее, быстрее туда-сюда две стирочки повесить, разобрать. Ребёночек туда-сюда, голову помыть. В общем, устала капец. Но самый приятный финал, финалочка вечера, это лечь с мужем в кровать и смотреть новенький сериал Fallout. Смотрим все фильмы, сериалы на Рутюбе. И вышел сейчас сериал по мотивам игры, по игре Fallout. И это просто взрыв мозга, девчонки. Я прям очень счастлива, потому что это реально моя любимая игра. А, у меня сейчас духи в машине попшикаться. Кстати, знаете, сколько раз я пшикалась духами, как родила ребёнка? Раза три, наверное. Вот сейчас, если попшикаюсь, это будет третий. Действительно. Я всегда пахну естественно, потом. Да нет, потом я не пахну, хотя иногда, конечно, да. Один маленький пшик. Девчонки, напишите в комментариях, вы как родили малыша. Пользуйтесь духами. Вот мне всегда просто чувство, что ребёночку будет не очень-то в кайф. Вот так вот я планирую быть. Короче, Fallout это просто экстаз, девчонки. Во-первых, сериал просто пушка. Но игра супер. Я всё-таки рекомендую, если у вас есть возможность... Нет, ребёнка! Это главное такое, знаете. Хотя кто-то и с ребёнком угряется. Но я вот сейчас не представляю, как с ребёнком играть мне там, знаете, всю неделю в Fallout, например. Там сто часов херачить, как раньше. У меня было куча времени строить там поселение. В общем, девчонки, сейчас, когда будем на мероприятии, как-то покажем мой лук со стороны. А вы напишите в комментариях только честно, лохушка я или нет. Нормально я оделась или нет. Если вам позволяет время, обязательно поиграйте в Fallout. Мы на этой Sony PlayStation играли. Но она везде как бы есть. И на компе, и на Xbox. Я эту игру проходила раза четыре. Мне кажется, я её просто обожаю. Просто обожаю. И сериал очень классно смотреть, когда ты играл в игру. Потому что, ну, реально очень много мелочей, деталей. И ты когда смотришь... Вот мы со Славой смотрим сериал, и такие... О, это же вот это! А это же вот это! Короче, просто реально. Рекомендую. Но тем, кто не играл, я думаю, тоже будет очень интересно и классно. Слава, вчера понравится на рейксе, чтобы на реакции быть супер-попер-красавчиком. Ну, а тебе как сериал? Блин, офигенный. Вот я смотрел этот... Ведьмака, и он мне не так понравился, как, конечно... Ммм, как было. Тут всё круто, девочки! Связи не встречают. Там, наверное, столько звёзд. Так, так попробуйте, не представляете, что я сижу дома с ребёнком. Нас сразу познакомили уже. Кажется, всё хорошо. Мы уже пришли. Посмотрите, какие тут есть закусочки. Даже черемша есть. Вот такая здесь атмосфера. Короче, ребята рассказывают, тут только что такая ситуация интересная произошла. Замёрзла? Нет, нормально. Подходит ко мне девушка и говорит, что Юля? Я говорю, да. Я такая, ой, типа, давайте познакомимся, туда-сюда, так приятно. Вообще, то, что вы делаете, это так классно. Ну, мы там с вами партнёры. Я думаю, ну классно, вообще, давайте знакомиться. Всё, стоим, болтаем. Потом подходит к нам другая девушка, и меня представляют как, ну, Юлю. И, ну, называют, типа, фирму определённую. Я говорю, нет, нет. Короче, это угар. И в итоге мы выясняем, что, оказывается, она ошиблась. И мы просто минут 30 болтали про жизнь, про детей. А потом такой, ой, извините, пока. Короче, какой-то угар. Мы со Славой нашли укромный уголок. Тебе мой нос чем-то помешал. Я в него чуть-чуть врезалась. Всем привет! Смотрите нашу новую реакшн. Да, это мы уже мусекли. Из прям знакомых нам людей увидели пока только Катя Конс. Так, скажи, кто тебе больше из всех этих нравится? Вот этот, смотри, вот этот. Коша? Потом вот этот вот. А ты мне покажи, я не вижу. Я не знаю, не помню. Ну, Маша Миногаровна. Аня Усич, по-моему. Маша Миногаровна. Ну, что, она прикольная. И эту я не знаю. Ну, сейчас узнаем, они зубы. Мне больше Усич нравится, он смешно знает. А, это приколист какой-то? Да, да. Он, типа, бизнес-тренер заходит в метрошке там и прикалывает. То есть, ты его знаешь прям, ну, смотрел что-то с ним? Да. У меня попадалось его видеть. Икона. Тема, как интересно. Короче, там внутри просто музыка долбит. Все друг с другом общаются. Тут куча разных партнеров. Как ты уже узали? Я тоже партнер в деловой мероприятии. Приятно, что я у людей вызываю, ну, как бы, чувство, что вот я занимаюсь каким-то огромным бизнесом. Важным делом. Важным, огромным бизнесом делом. Ну, на самом деле, это правда. Ну, конечно, было очень тупо, очень неловко. Напишите в комментариях, какие у вас были тупые и неловкие ситуации. Это было очень неловко, потому что мы обсуждали детей, колики. Как подружки близкие. Знакомились, дружились. Ну, как это обычно делают на мероприятиях, как бы, ну, налаживают связи, контакты, понимаете? Вот. Ну, а потом выяснилось, что я не тот деловой партнер. С кем бы хотелось бы обсудить детей. Немножко даже стало грустно. Ладно, пошли отсюда. Ну, это зызень. Да, это зызень. Хорошо. Напишите у меня хоть кто-нибудь хороший комментарий. Вы бы хотели со мной познакомиться? Вы бы меня не перепутали? Спросите, а ты Юля? Да. Короче, ладно. На самом деле, ну, ничего такого вообще. Всякое бывает. Просто была такая неловкость. Людей становится больше. Так, ребята, вот, кстати, мы. А еще приехала Карина. Я сейчас твою камеру не видела. Я вообще эту камеру никогда в жизни не видела. Она очень классная. Приехала Карина. Мы тут все болтаем, обсуждаем. Мы здесь увидимся. Я уже не сказала. Так что здесь завтра. Кстати, еще у Карины на YouTube вышел сегодня подкаст со мной. Мы говорим там про бизнес, про блогинг. Там еще Кирилл наш менеджер. Так что вы там смотрите тоже. Очень интересно. Спасибо. Так что... Это самый мощный коллектив в каком-то умручительном составе. Паркор. 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 Цирк Дюсалей. Закрывайтесь. Пантерка Миногарова. Прекрасно. Майор Ищащая Вау. Кем вы были в 2007-м? Возможно, вы не родились. Это значит, что вы скоро станете мою парню. Илья отвечает за настроение. Внутренний вайп. Я тебе так скажу. Ты по масте орхидея. Мы не надеялись какую-то руку в себе. Гоша Карцев – это уникальное сочетание добрых глаз и острого языка. Оля Парфенюк – моя любимица. Складненькая, складненькая, красивенькая. Я немножко боюсь ходить, потому что у меня здесь немного. Четверка русского Марвела. Ой, ну Маша, ну мои хорошие. Гордость. Так, ребят, ну всё. Вот мы уже едем домой. Кстати, там ещё мы встретили Катю Конусову. Вот. Мы с ней в очень хороших отношениях. Я у неё уже, получается, в двух аж выпусках принимала участие. С одной стороны, приятно, а с другой стороны, я принимала участие в выпусках тогда, когда происходил какой-то трэш. Я даже помню, что мне редактора Кате писали, потому что, когда мне взломали телеграм, кто-то подумал, что я это всё выдумала. Я рассказывала, что мы ходили, писали заявление в полицию. Я помню, что там под видео, под этим, где я рассказывала о том, что мне взломали телеграм, что мы писали заявление в полицию, ходили. И вообще, какой кошмар, у меня украли данные. С моей странички там пытались продавать, ну, какую-то рекламу плохую. Как-то правильно сказать, всякие там мошеннические махинации. Стрэм. Да, и, ну, кто-то в комментариях, там прям много было таких комментариев, подумали, что я, ну, всё это выдумала, что мне там просто много заплатили. Понимаете, вот так, вот мне заплатили много, чтобы такое сделать. И, короче говоря, редактора Кати Концева, понятное дело, ну, вдруг реально, знаете, я вот такая блогерша, там, Катя, сними-ка, как вот плохие люди вот так вот сделали. А то, получается, я типа хипанула на том, что меня взломали, мне за это ещё заплатили, ещё и Катя меня прорекламировала. Ну, короче, кто-то так подумал. Написали редактора, долго я так рассказываю. Попросили, ну, им было неловко, наверное, писать, потому что, ну, я вроде как добропорядочный человек, добросовестный, и, наверное, они ко мне так и относятся. Но всё-таки для того, чтобы убедиться, что точно это правда, я им присылала фотографию, я сфотографировала дома заявление. Недавно я, кстати, в почтовом ящике рылась, потому что вот, когда заходишь в подъезд, и мне ещё пришла бумажка. Чё? То, что ящики, ну, понятно. Ну, мало ли, может, на мейле какого-нибудь сидела. Короче, и там мне пришло тоже документ о том, что ваше дело, ваше дело. Ну, что-то мой запрос о том, что найдите мошенников, разберитесь, пусть восторжествуют. На самом деле, понятно, что там никого не найдут, ничего не сделают, и как вообще это сделать, но, по крайней мере, нужно было написать заявление, что это не я, там, типа, занимаюсь какими-то мошенническими делами. Ну, короче, я предоставила доказательства, что я правда, ну, как бы, ходила, писала заявление, что это всё правда. Мы с Катей в хороших отношениях давно, я помню, она только, ну, может, не только-только начала, я её увидела, ну, какие-то там ролики её у меня попались в рекомендациях, и это было ещё очень давно, она ещё не была такой популярной, и я помню, что мне так понравилось её видео, я посмотрела, ну, мне кажется, все видео на тот момент, мне было очень интересно, я помню тогда, что я нашла её страничку, я на неё подписалась, я ей написала в директ то, что Катя, там, ну, мы с тобой, конечно, не знакомы, но мне так понравились твои видео, вообще-то такая крутая, там, желаю тебе удачи и успехов. Вот даже не знаю, интересно, найду ли я это, но если вдруг найду, даже скрин моего сообщения приложу. Поболтали про жизнь, про работу, про проекты, рассказали ей эту историю, что там меня перепутали, похихикали чуть-чуть, ситуации неловкие, ну, всякое бывает реально. Мы, кстати, с ними как-то встретились в Турции, в аквапарке, помнишь? Просто шли, гуляли, я смотрю, идёт Катя. Идём мы такие голые в купальниках, мокрые, со Славой, такие-то веселёдки с горки спустились, идём, и Катя такая, о, Юля, там, привет, Слава, и мы такие стоим, знаете, одним полотенцем на твоих прикрывается, ну, как-то, знаете, первая встреча такая вживую, но было прикольно, потому что мы увиделись именно вот случайно в парке, ой, на горных этих, да, аквапарк, да, сразу так захотелось вообще на море и в аквапарк, но мы только недавно отдыхали, хоть и не в аквапарке. Кстати, сейчас вообще жесть, на самом деле так страшно жить, можно даже так сказать, следить за новостями, которые происходят конкретно в нашей стране, в мире, и вот то, что даже вот эти катаклизмы природные, очень страшно видеть то, что происходит в Орске, в Оренбурге, это просто, блин, я, если честно, таких вещей очень сильно боюсь, сочувствую и сопереживаю людям, которые потеряли свои дома и вообще находятся в такой страшной ситуации, вообще, да, вот что ни год, то страшно, очень страшно, а я просто почему вообще об этом заговорила, я здесь обычно, ну, в видео сильно такие темы не поднимаю, мне хочется, чтобы мои видео, они отвлекали, наоборот, от каких-то, ну, тяжёлых моментов, неприятных. Я такие вещи обычно делюсь, да, своими какими-то мыслями, поддержкой, может, в какой-то степени освещаю происходящее у себя в Телеграме, поэтому обязательно подпишитесь, подпишитесь, вот, также там в сториз могу, ну, поддержать, выставить, мне писали тоже многие, чтобы я, ну, как-то осветила произошедшее, помочь там людям, вот, я это всё, конечно, репостила и тоже всегда стараюсь не оставаться в стороне, когда происходит что-то такое страшное. В общем, вчера вечером я увидела то, что в Дубае тоже вообще происходит какой-то жесть, ну, понятно, какой-то жесть там происходит, понятно, что это разные абсолютные ситуации. Я вот думаю, интересно, то, что происходит в Дубае, они, наверное, сами там всё нах*****, если бы такое, ну, может, это и неправильно так говорить, но они же искусственно создают себе вот эти дожди, может, где-то что-то, знаешь, как вот фильм, вот я сейчас вспомнила, Армагеддон, помнишь, Армагеддон же, там, где они пытались погоду контролировать, и в итоге, ну, контролировали такое, что трэш, по-моему, это Армагеддон назывался, с этим актёром, которым вот... С Баттлером? Да, 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 да. Не, ну, в Зеландии, нет? Фильм так не назывался. Ну, в Финландии, что-то или... А, блин, может, да, но что-то там. Короче, ну, в итоге с этим Джаредом Баттлером, я не помню, как фильм называется, но про, типа, конец света вот он же, как всегда, что-то такое, блин, это так страшно, кошмар. И они там тоже что-то с погодой шурум-буру, чтобы было что-то опасно, тудым-сюдым, вот это страшно, я вообще считаю то, что вмешиваться вот так вот в погоду, в природу, ну, реально очень страшно, опасно. Ты рассказывал о том, я не помню, где ты это прочитал, статья, не статья, что... или это про эти, не нейросети, а интеллект. Так. Ну, что, типа, это всё очень стрёмная тема и ведёт непонятно к чему. Это было с научными открытиями связано, и то, что там закономерность, типа, есть такая, что мы сейчас на долю времени, ну, если так можно сказать, у нас происходит, ну, много всего открывается, и мы на таком пике, короче, что это может привести меня к очень хорошему последствию, короче. А, блин, помнишь, мы с тобой это несколько часов обсуждали ночью? Да, жесть, вообще. Короче, мы со Славой вообще знаете, о каких вещах иногда болтаем? Про симуляцию с тобой? Да, 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 мы болтали о том, что, скорее всего, ну, блин, это, конечно, вообще вы сейчас такие, типа, Юль, Слав, еще вообще... Да, вообще... Ну, это странно звучит, правда, но мы думаем, что просто вот мы как симс, типа, что нами просто сверху управляют. Сейчас люди просто гиреют, я такая, я верю в Бога, я верю в астрологию, я думаю, что мы симс. Понятно, что в повседневной жизни что об этом думать, но иногда происходят такие вещи, что ты думаешь, блин, странно. Если обо всем этом думать, то можно сойти с ума, поэтому большинство людей об этом и не думают. Я считаю, что правильно об этом не надо думать. Ну да. Просто если у тебя, ну, хватает, как бы это, в мозгах такого ограничителя, то и класс. Просто у меня иногда такое в голове бывает, что я сам вот прям пугаюсь. Вы, наверное, спросите, почему Слава за рулем моего автомобиля? Типа, я же так хотела водить и так далее. Ну, просто из-за того, что я влог снимаю, да и вообще все равно прикольно быть, конечно, пассажиром, такая туличная. Сама еду, когда говорю, вот, мне надоело быть пассажиром, я хочу ездить сама. Но иногда, конечно, прикольно, потому что когда ты едешь сам за рулем, ты не можешь сидеть в телефоне, записывать вложики, болтать. А еще какие интересные новости хотелось бы вам поведать. В понедельник мы поедем на дачу, к нам на дачу, где мы планируем ремонт. Приедет наш будущий строитель на наш объект. У нас там еще столько мебели, столько заморочек, столько вопросов, столько вещей. Я на выходных буду сниматься в подкасте. Вот вы такие, вот, Юль, ты неинтересная, у тебя маленький словарный запас. А что ж меня все зовут в подкасты интересные? Может быть, потому что я очень интересная, и у меня хороший словарный запас? Хороший, это, хороший словарный подкаст у тебя. Да. Короче, идите вы нафиг, хейтеры мои дорогие. Не нравится? Не смотрите. Я вчера выставила в Телеграм просто милейшую аудиозапись, как Анютка смеется. Вот сейчас вам даже сюда поставлю, чтобы это сохранилось еще во влоге. А спай, ты будешь? Я увидела там комментарий, типа, это кому-то интересно. Типа, зачем это вообще сюда выставлять? Кому это интересно? В какой ресторан? Где мой стейки едят? А сколько время? Двадцать тридцать пять. Двадцать тридцать пять? Ну, поехали. Хочу, конечно. Я думаю, что ничего страшного, если мы за Анюткой заедем, чуть-чуть такое. Вот так вот, видите, вместо того, чтобы поехать во вкусную точку, едем в ресторан. И что я говорила? Кто-то написал, ой, это вообще никому не интересно, зачем это сюда выставлять? Типа, смех моего ребенка. Алло, б***ь. Это мой Телеграм-канал личный, куда я выставляю свою личную жизнь. И получается, жизнь своего ребенка и своего мужа. Ну, в общем, суть в том, что это как раз-таки то самое место, куда я могу и имею полнейшее право выставлять такое. Я и, по сути, на YouTube могу. Вот если бы у меня, например, был не лайв-контент, а какое-то шоу, допустим, то было бы странно, конечно, сидеть в шоу, ну, какие-то такие вещи обсуждать или типа с чего бы вдруг. Мы сейчас со Славой сходили на мероприятие. Мы оба не любим вот это. Не потому что мы, типа, хотим сидеть дома. Да нет, вообще нас хлебом не корми, мы можем выходить из дома, ходить по ресторану, по ТЦ, на выставки с удовольствием, на какие-то экскурсии с удовольствием, особенно если это аквапарк. Опять по больному, ты посмотри. Да ладно, ладно, ну съездишь ты когда-нибудь. Два раза за час. Короче, ну, нет, я просто имела в виду, что мы когда куда-то, например, прилетаем, мы всегда ходим на экскурсии. Вот в Москве тоже надо, осталось дождаться погоды. Вот не поверите, вообще с ума сойдете. Я ни разу не была в Третьяковской галерее. Представляете, это вообще просто, это то, из-за чего вообще можно стыдиться, в принципе, в моем... Сцедиться. Сцедиться? У меня уже не получится, хотя я еще кормлю. Но уже по ночам, но я не думаю, что... По маленькому стыдиться. Там только по маленькому реально. Вот мы сходили на мероприятие. Как тебе? Слава считает, что вообще... Ты же знаешь мой ответ. Если вот я не люблю, то Слава их спять не любит. Но, видите, он согласился сходить со мной, чтобы мне было не одиноко и просто уменьшить время провести. Из плюсов. Мы с тобой вдвоем проводим время. Даже если приходим на мероприятие, потом-то мы едем вдвоем в машине, идем в ресторан, как сейчас. Иногда реально очень полезно оставаться вдвоем на какое-то время. Мне понравилось сегодня на мероприятии, потому что я пообщалась с людьми. Произошла смешная неловкая ситуация, из-за которой получилось интересное видео в какой-то степени. Кто-то поржал, возможно, и подумал, да, вот это да. В каждом ролике должна быть какая-то ситуация. Даже если это неловкая ситуация. Поэтому я рада, я благодарна этой девушке, которая перепутала меня, потому что мы обе испытали неловкость, которая пронесется со мной сквозь года. Да ладно, подумаешь, господи. Я уже об этом забыла. Вот. И что мне понравилось? Я посмотрела на людей, пообщалась с людьми и немножко вдохновилась даже. Какие-то планы уже себе успела построить. Короче, все равно полезно выходить из дома и из своей зоны комфорта. Поэтому я вам это рекомендую. Даже при том, что сама не фанат таких движух. Конечно же, перед тем, как выйти, я старалась дома опять убраться, навести красоту и чистоту в порядок, чтобы когда мы приехали уставшие домой, чтобы можно было просто умыться, уложить ребенка и смотреть, конечно же, вместе с мужем в обнимку «Failout». Что я требовала доказать. Мы приехали в ресторан, хотели поесть стейков. У нас есть на районе тоже ресторанчик. Не тот, который мы обычно ездим, другой. И прикиньте, что он оказался закрыт. Ну, а здесь тоже был вкусный точка, и мы все-таки что планировали? Ну, мы просто думали в авто заехать, чтобы... Ну, мы такие, знаете, скорее к ребенку всегда спешим. Ребенок, ребенок. Знаете, я очень рада, то, что вот у нас так. Очень полезно иногда отдавать ребенка родителям, да. Ну, короче, отдыхать самому реально, вот как раньше. Просто чувствовать какую-то вот свободу от родительских обязанностей. Ну, это действительно иногда прям как глоток свежего воздуха. Ну, звучит, может, странно, не знаю. Ну, короче, меня все понимают сто процентов. Ноль процентов осуждения, миллиард процентов понимания. Но мы все равно всегда к нашему малышу спешим. И моя мама постоянно говорит, да оставляйте вы ее на ночь, да ничего не случится, она уже взрослая. И так далее, и так далее. И, скорее всего, да, реально ничего не случится, но, блин, мы так по ней скучаем всегда. Слава, кстати, тоже любит с Анюткой больше времени проводить. Даже я, бывает, ему говорю, типа, давай это Аню, ну, родителям отдадим, ну, не навсегда понятное дело. Ну, просто, типа, давай родители с Аней побудут, а мы с тобой то и сё. Он говорит, да давай с Анюткой, типа, да чё. Хороший ты, папа. Анютка сегодня, вчера начала говорить папа. Слава очень рад, да? Чего ты пристегиваешься? Да я забыл. Ах, это, конечно, прикольно. Я очень рад. Да. А вот, кстати, с той девушкой, которая обозналась, мы болтали, она, у нее тоже дочка трех лет. Ну, мы же теперь подруги, понимаете? Мы же все друг другу успели рассказать, пока не выяснилось, что она не со мной хотела познакомиться. Ну, ладно. Это ей неинтересно в целом оказалось. Все ради связей. Так бывает. На всех таких мероприятиях дофига таких людей, кто вот так это. Да, да. Там нету вообще... Подходит просто знакомиться для связи, чтобы... Там искренности зерва. Показать себя. Просто ноль вообще. Это просто, ну... Это бизнес, ну о чем речь? Это нормально. Ну, мероприятия, они для этого. Они не про... Мне кажется, прикольно... Ну, да, можно прикольно отдохнуть. Кто-то выпить любит, там, на мероприятиях все это есть, закуски. Ну, ладно, если бы это приносило что-то, но это же абсолютно... Ну, приносит иногда. Ну, по статистике это иногда, это там один или два процента. Слушай, нам даже эта ситуация принесла повод для разговора и кринжака. Короче, вот у этой девушки, у них дочь, три года, и вот она очень сильно прям привязана к папе. Слава расстраивался какое-то время, потому что ему казалось, что Аня меня больше любит. Ну, понятно, что, во-первых, я ее кормлю грудью и чаще с ней, как мама. Ну, это нормальная практика, ну, понятное дело. Вот, он из-за этого расстраивался, ревновал. И я сама даже прекрасно понимаю, что в какой-то момент для Ани будет более, ну, может, не то, что важным прям, ну, наверняка придет какой-то момент, когда она к папе будет именно тянуться, потому что я думаю, что для каждой девочки, конечно, мама важна сто процентов, но папа тоже очень-очень важен, вот, и вообще, я думаю, еще очень много всего милого впереди. И милого, и сложного, вот с ней мы, с этой девушкой тоже поговорили про кризис трех дней. Врача, я угораю, реально не могу. Ну, ладно, мы будем кушать. Так, ребят, мы уже приехали домой, и как раз хотела бы вам показать ту детскую, так скажем, площадку, о которой вам говорила в машине. Вот так она выглядит. Здесь мягкий мат, вот, на нем можно заниматься деткам. И сегодня, получается, с Аней занимались так, чтобы она ручками сама поднималась. Вот, понятно, что, ну, вначале какие-то легкие задания, потом будут покруче. Вот это все мы снимем, потому что сейчас это Аня Рана. Вот такой канат. Папа, да-да. Папа, папа. Вот, такая трапеция. Ну, ее, наверное, повыше надо. Ну, как бы это мы так просто посмотреть завязали, по сути. Вот, она легко крутится, она не тяжелая. В принципе, немного места занимает. Ну, нормально, но не сказать, что прям очень много. Здесь есть вот такие тоже канатики, паутиночка. Вот это зона для лестницы, например. Сейчас я вам ее поставлю, покажу. Вот я поставила горку. Ее можно поставить, наверное, выше, но мне кажется, это будет думать. Короче, ну, в принципе, скоро Аня, ну, когда уже будет ходить хорошо, более крепко, понятно, стоять. Все, я думаю, ну, и повыше, понятно. Она сможет сама, потому что я видела видео, как малыш просто сюда подходит, сам вот сюда залезает, садится и как-то съезжает. Вот сюда, например, ручками держится, подтягивается, ножки засовывает и съезжает. Вот, ну, по крайней мере, я видела, что детки так могут. Мне кажется, прикольно. В принципе, такая классная штучка. Не знаю, как долго будем ей пользоваться, но вообще она как бы до трех лет, я так поняла. Горку я сейчас уберу, потому что она нам не нужна. Ну, получается вот так. Вначале это хорошая замена, например, шведской стенки. Вот, но в общем, конечно, не замена, потому что, ну, ее не сильно надолго хватит, конечно. Ну, все равно довольно-таки прикольно для каких-то занятий. Малыш может здесь подтягиваться. У нас еще есть, ну, вот трапеция, понятно, и эти круги. Забы, как называть, кольца. Вот, на кольцах повисеть тоже прикольно для растяжечки. А это вот сегодня занимались, пеленочку оставили. Короче, с ребеночком мы занимаемся, стараемся активностями классными. Вот, Анин игровой уголок. Игрушек у нас много, вот. Но мы постоянно периодически какую-то половину там, ну, не постоянно, но просто какие-то игрушки уезжают на дачу. Не на ту дачу, где ребенок не поиграется, а вот к родителям, например, когда мы приезжаем. Аня там играется. У моей мамы дома игрушки тоже Анины. Тут на балконе у нас вообще куча всего. Оно покажу вот шар. Мы его тоже достаемся, а они занимаются. А, ну, и вот тут еще качели у нас. Так что, ну, такие вот дела, девочки. Мы уже тут все замками закрыли. Ой, ты, мой милый, ничего. Хочется встать и пойти, скажи, за хлебушком. Иди, мой миленький, иди, мой горюченький. Тише, тише, держись двумя руками. Да, все самое интересное впереди. Я уже переоделась в такой домашний комплект. Анютка что-то была такая немножко тревожная. Ну, у нее просто зубы, реально. Она по вечерам бывает такая тревожненькая. Сейчас уже пол одиннадцатого. Ну, и все, видимо, не скупаем. Не, ну, можно, конечно, скупать. Просто не ванну набирать, а так, типа, под душем. Да, надо. Она, конечно, сегодня потела. Раньше мы каждый день мыли ребенка. Каждый день. Ну, ванну, все вот эти процедуры. Но иногда так бывает, что либо мы не ванну набираем, а просто как бы как под душем помыть. Вот. Типа под мышечки, вот это все. Понятно, голову тоже. Я не говорю, что я такая, типа, не супер активная мама. Ну, в плане... Просто вначале, как можно не мыть ребенка каждый день? Только каждый день и точка. Да, но иногда такое бывает, что ты сам... Ну, вот кто-то скажет, как можно не мыться каждый день. Иногда реально ты, во-первых, так устаешь и можешь реально не мыться каждый день. Ну, понятно же, там лицо мыть. И не только. Но полностью, например, или с головой. Ну, как бы, что, каждый день иногда оно просто... Реально уже сил нет, падаешь просто с ног. Ну, единственное, что я никогда не забываю делать, это почистить зубы. Вот. Это вот просто золотое, можно сказать, правило. Не почистив зубы даже. Когда у меня температура, если я болею, все равно я встану. Как смогу я встану, но я почищу зубы. Обязательно. Режим — это улет, девочки. Я очень вам рекомендую. Я прям кайфую. Это реально классно. Но мы никак не работали над режимом. Вы сейчас думаете, что ты снимаешь влог из того, чтобы купать ребёнка? Ну, пять минут — ничего не изменит. Сейчас уже закончим. У нас просто вот реально само так получилось, вы знаете. Когда мы были в Дубае, так уж вышло, что мы смогли наладить режим. Но самое главное, что хочу сказать тем, кто пытается наладить режим ребёнку, вот неделю, каждый день вставайте сами по будильнику. Ну, и ребёнок, понятно. Будете, ну, как бы все вместе, всей семьёй встаёте и проводите активно, насыщенный день вот в течение недели. С утра до вечера рано ложитесь, всё. И что ещё важно, чтобы у ребёнка каждый день был насыщенный. То есть ходите больше гуляйте, ну, какие-то активити с ним делайте, потому что тогда он будет уставать, ну, захочет сам ложиться, и будет легче засыпать и раньше вставать, потому что с непривычки это может быть тяжело. Самый лучший вариант — это вот, если позволяют возможности, то куда-то поехать на отдых, где ребёнку будет новая какая-то обстановка, непривычная. Во-первых, дети очень, ну, быстро взрослеют, умнеют в путешествиях. Всё равно ты столько всё видишь, ну, как бы нейроны, там эти все связи, класс. Ну и плюс, как бы, возможность реально наладить режим, мне кажется, в путешествии куда проще, потому что вы и сами хотите раньше вставать из-за завтрака, если он включён. Это важно в условии. Очень важно, реально, потому что завтрак — это мотиватор. Вот я люблю позавтракать. Раньше я вообще могла не завтракать. Вот я не знаю, как я жила без завтрака. Мне было пофиг. Вообще могла не поесть утром. А сейчас для меня завтрак — это то, с чего должен начинаться каждый день. Кофе, завтрак. Ну, у Анютки тоже там каша, не каша, все дела. Горшок. Ну, короче, свои ритуалы каждый, ну, не месяц, но периодически они меняются. Этих ритуалов становится куда больше. Вот. Умывать малыша тоже надо, к этому приучать. Единственное, что мне постоянно впадло — чистить ей зубы. Хотя я понимаю, что надо. Да просто надо достать её щётку и положить её там, всё, и чистить зубы. Вот это вот мне надо начать прям делать. У неё пока только два нижних зуба, но раз они уже есть, это значит, что их уже тоже надо чистить. Я постоянно, у меня руки до этого не доходят, и я такая, типа, вся, знаете. Но зато я её умываю обязательно. Ну, как и сама тоже проснулась, умылась. Короче, да, вот эти ритуалы, они важны, конечно. Мне кажется, они многое закладывают. И помогают потом ребёнку, ну, не то, что правильно проживать свой день, но потом не надо будет мне, например, как маме, ребёнку объяснять, что надо умываться, давай иди умывайся. То есть нужно как можно раньше закладывать какие-то такие моменты, чтобы потом с этим не было вопросов. Чем раньше начнёшь, мне кажется, тем вот лучше. Чтобы ребёнок привыкал, и для него это было, ну, нормой, обыденностью, как вот, не знаю, помыться перед сном, это нормально, так. Поэтому надо бежать быть ребёнком. А вообще, вот у меня мама, она постоянно просит, чтобы мы оставили Анютку на ночь, вообще на подольше, и на дачу привезли, и оставили на ночь. Но я не могу, реально не могу. Я уверена, что вообще ничего не случится. У меня мама как-то родила, вырастила троих детей, и вообще, ну, всё нормально. Ну, блин, не могу, мне сложно. Я пока к этому не готова, но я очень не хочу, чтобы Аня выросла и стала таким ребёнком, который не может без нас и дня. Конечно, я хочу, чтобы она по нам скучала, любила, но я хочу спокойно оставить её там с моими родителями, например, летом на даче, даже, может, на неделю-две. Ну, то есть я, конечно, может, буду приезжать, скучать, но я просто помню, что меня оставляли, и вообще всё норм было. Я сейчас вспомнила историю, как я была как-то в лагере. Вообще мелкая была, мне лет, наверное, 11. Я ездила в лагерь, по-моему, с бальными танцами. Я раньше занималась, ну, в детстве. И я помню, что там была девочка, которая каждую ночь плакала по маме. И она была, ну, типа, моя ровесница. И я, конечно, тоже по маме скучала, ну, типа, блин. Ну, короче, я понимаю, что все люди разные, все дети разные. Не знаю, от чего это зависит. Очень интересно изучить эту тему. И хотела тоже у вас попросить, чтобы вы написали в комментариях, может, кто-то детский психолог, ну, разбирается. Если мы раньше начнём Аню оставлять, ну, не на неделю, конечно, но на одну ночь у родителей, допустим, моих, у бабушки и дедушки. Понятно, они не чужие люди, то есть она их знает. Мне это будет очень тяжело, потому что я пока не готова к этому. Но мне не хочется, чтобы в дальнейшем она такая, типа, не может ни дня провести без нас. Ну, то есть хочется, чтобы для неё это тоже было нормальным, что она может иногда остаться у бабушки, что она может одну ночь провести не с мамой, например. Мне этого хочется, потому что я понимаю, что если она будет сильно ко мне привязана и плакать без меня, то, ну, я с ума сойду, потому что я сама очень сильно, ну, как бы к ней привязана, и мне очень тяжело разрывать какие-то связи такие с ребёнком, потому что я вот такая. Ну, то есть вот эти сепарации, это реально, ну, нелегко. Есть люди, которым это легко, ну, легче даётся, а есть люди, для которых это, ну, прям тяжело. И вот мне это тяжело, поэтому мне будет проще, если она сама будет показывать мне, что для неё это нормально. Так же, как она сама мне показывает то, что она уже готова не пить молоко из груди моей, хотя я её ночью кормлю, и вот сейчас мы пришли, у неё не было настроения, она ещё, ну, немножко поела меня. Но мне спокойнее сейчас, у меня нет страха, что мы завершим скоро этот этап чудесный под названием грудное вскармливание, потому что я вижу, что она уже выросла как будто из-за этого и готова к этому, ну, не совсем, но уже близка. И мне от этого спокойнее, потому что она сама мне показывает, а не так, что я отрываю её от груди. Я бы, наверное, не смогла. Я понимаю мам, которые там до трёх лет кормят, вот только из-за этого понимаю, что это реально тяжело. Короче, всё, ладно, я пошла заниматься ребёнком, смывать макияж. Смотреть сериал? Вот. Спасибо, что смотрели этот влог. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Ждите следующие новые видосики. Обязательно посмотрите реакцию на мою рутюканале, и подпишитесь. Я вам буду очень-очень благодарна. Для меня это правда важно. Мне кажется, я редко вас прям о чём-то прошу, но здесь могу сказать, что прям прошу. Если не падло, прям зарегистрируйтесь, подпишитесь на меня. Для меня это будет очень-очень большая поддержка с вашей стороны. Вот. Так что заранее вам спасибо. Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.